Всем привет! Меня зовут Виктория и вы на моем арт-канале. Пока настраивала камеру, в кадр попала моя кошка. Я решила этот кусочек ставить. Но почему? Все собирают лайки благодаря кошечкам. У меня тоже животное живет в доме. И это ее звездная часто решила ее добавить. Колбаска! Колбаска! Позируешь мне? Будешь помогать? Колбаса! Колбасочка! Ставьте лайк, если у вас тоже есть кошка. Или если вы любите котов. Сегодня в видео хочу поговорить о вдохновении. И рассказать о том, как мы семья творческих людей. Я и дочка мы рисуем и фотографируем. И любим заниматься всем таким творческим практически всю жизнь. И бывают времена, когда совсем такая апатия. И многие задаются вопросом, как найти вдохновение. Или чтобы пришла какая-то муза, идея. На самом деле понятно, что у каждого человека есть какие-то способы, какие-то действия, мероприятия, которые его радуют. И я заметила, что у меня есть категории вещей, которые влияют извне на мое настроение, на мое состояние. И есть внутренние ресурсы, которые тоже мне могут дать такое же состояние. Первое, это, конечно, психология, коучинг, когда вам помогают найти моменты в жизни, которые, если вы этим займётесь, это вдохновит и даст вам желание двигаться. И, в общем, поможет разобраться. Если не прибегать к каким-то материальным штукам, а воспользоваться тем, что есть, как говорится, под рукой, то это посещение музеев, выставок, каких-то красивых мест. Много музеев и бесплатных, или есть бесплатные дни. Для того, чтобы полюбоваться искусством, музыкой, фильмом, то есть каким-то творчеством другого там человека. И это вот вдохновит. Ещё путешествие. Путешествие или прогулка по любимому городу, или дальняя поездка, самопланирование, и сама поездка, это, конечно, вдохновит. Позитивное общение. Тоже вариант. Друзья, родственники всегда, всегда могут смотреть и дать какую-то силу, заряд. Ещё вариант из доступного — это чтение книг или блогов. Иногда просто бездумно читаешь. Ну как бездумно? Ты задумаешься, размышляешь, анализируешь. Когда читаешь книгу или чьи-то посты какие-то интересных, конечно, людей, это тоже может вдохновить. Или кто-то куда-то съездил, это может... Ну как, и расстроит, но может и вдохновить, и заставить... Ну не заставить, а вызвать желание сделать тоже что-то, чтобы поехать куда-то. И, конечно же, животные. Не зря я сегодня вставила кусочек, ну решила вставить... То есть, ну сейчас я ещё не вставила, да, ещё сейчас снимаю видео, но в дальнейшем, когда буду редактировать, вставлю кусочек с животным, потому что это тоже один из методов поднять настроение, вдохновить себя, это обнимашки, наблюдения за животным. Они такие милые, особенно если это домашние, любимцы. Вот они всегда, ну, по крайней мере, мне так всегда даёт позитив и всегда даёт вдохновение. Даже если плохо-плохо, я говорю, колбасочка. Моя кошка зовут колбаса, и мы её назовём так, конечно, колбасочка. И всё, и сразу вся негативная куда-то уходит, и всё классно. Ну понятно, что на какой-то короткий период, но тем не менее это работает. И ещё один пункт такой тоже доступного, это, ну, наверное, это женский такой вариант, перестановка в доме. То есть, когда перебираешь вещи, когда переставляешь, то есть делаешь какую-то новую атмосферу в доме, ну, в квартире, в доме, ну, мне это всегда в плюс. И какое-то время, даже вот там неделю или две, пока привыкаешь к новой обстановке, это очень позитивно влияет. Я как-то купила маленькую какую-то, маленький стаканчик, куда зубную щётку и пасту ставить, поставила в ванной. Каждый раз, когда я приходила, меня радовало. Не то, когда я там смотрю на себя в зеркало, там читаю аффирмацию, как говорят, какой же я красивый, или что там ещё может порадовать, или принятие в ванной, или мейкап когда сделаешь. Нет, меня радовала эта баночка, она меня радовала практически месяц. Каждый раз, когда я заходила, я её видела, я давно её хотела купить. Я не знаю, полгода, наверное, ходила, смотрела. Вот я наконец-то пошла, выбрала. У меня были там на это деньги, и она меня радовала целый месяц. Так что вот какая-то такая перестановка, ну, можно и не использовать там, я как говорила, денежные средства, то есть не вкладывать, а просто переставить один предмет в другое место, поменять местами. Может быть, там шкаф, кровать и так далее, стол. И это уже тоже позитивно влияет. И есть внутренние, внутренние ресурсы, которые тоже нас вдохновляют. Это, конечно, или же прошлое, когда мы вспоминаем моменты, когда мы были счастливы, когда мы преодолевали какие-то трудности, и у нас это получалось, и мы вау-состоянии были, это тоже влияет. То есть само воспоминание, ты сидишь, ничего не происходит, но ты вспоминаешь, и это тоже влияет на настроение, то есть поднимает твоё настроение в плюс. Ну, иногда вот мечтание о чём-то, о предстоящей поездке, или, допустим, визуализация какая-то, то это тоже может вдохновлять и давать какую-то энергию к действиям. Как раз вспомнилась момент, мы вчера были в музее, в музее одежды викторианской эпохи, это 19-е и начало 20-го века, вот, находится в Киеве недавно, по-моему, он совсем молодой, там год это в музее. И вот в конце, когда мы уже выходили, там была коллекция каких-то небольших миниатюр, вот, маленькое там зеркальце, маленький такой блокнотик, ручка, то есть девушки брали с собой, ну, не было там сумок, рюкзаков, как сейчас, да, были большие платья, так тяжело было носить, и поэтому сумочка какая-то дамская, она совсем миниатюрная была, и иногда там на цепочке вешали вот эти все предметы, вот, и, а, и карманов же не было ещё в платьях, да, и негде было там положить это всё. Вот, и вот, вот такой вот блокнотик и карандашик, я подумала, вот и, как, какие, ну, маленькое такое, что там записать, зарисовать можно, но всё равно прикольно, что вот была такая возможность и в те времена у девушек. Вот, кстати, там был тоже скетчбук, ну, это как сейчас он называется, блокнот, где леди, скорее всего, по рисунку делала зарисовки на прогулках, там как раз была страница открыта, где нарисованы кошечки, и написано, да, там, вот год уже не вспомню, какой там был, но всё равно прикольно, ну, это много лет назад, то есть это не сейчас. И вот прикольно осознавать, во-первых, что у тебя намного больше есть, чем в те времена, и флакнотик побольше, и карандашик побольше, с скетчбуком больше, вот, и вот это вот нахождение здесь и сейчас, и нахождение того, что у тебя уже есть, это тоже, это не тоже, это всегда, 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 всегда придает сил. Ну, так вот, про музей тоже вставлю, ну, вот пару фотографий и видео. Музей называется Виктория, находится недалеко от метро Арсенально. Вот я сейчас показываю на видео вход в этот музей, красивое очень здание. В музее есть свой сайт, так что можно загуглить и узнать информацию о днях посещения и о стоимости. В музее проходят иногда выставки, какие-то интересные мероприятия, поэтому, я думаю, будет интересно, даже тем, кто не очень разбирается, интересуется модой, я совершенно не рекламирую этот музей, просто он действительно очень атмосферный и очень нас впечатлил, потому как сделан в современном стиле. И продумано до мелочей, даже есть своя фотозона, где можно примерить аксессуары и даже пару нарядов, так что мы нафоткались, хоть мы их не мерили, но аксессуары использовали и сделали много и селфи, и фоток, так что было весело. И рубрика про искусство. На этой неделе я нарисовала еще один духовный портрет. Духовный портрет певца украинского Монатика. Хоть он и на темном фоне, но я скажу, что это позитивный человек и очень с открытым сердцем, миру. И темный цвет, это просто показывает, что ничего не отвлекает от того, какой человек является. То есть он уже открыл себя для себя и открыл себя для мира. И он общается со всеми, вот из своего открытого сердца. И как мне видится, этот человек не имеет масса. То есть этот человек открыт миру. вот поэтому духовное сердце на таком темном фоне, для того, чтобы ярко это показать и выразить в картине. Я все еще подбираю правильные цвета, чтобы донести вот свою мысль. Ну и буду продолжать дальше. Будут, в дальнейшем будут, наверное, актрисы. На этой неделе все, чем я хотела поделиться. Видео я, по-моему, рассказала. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь на мой канал. И увидимся в следующем моем видео. Пока-пока.